Александр Цой преподаватель веб-дизайна и программирования с корейскими корнями. Несмотря на то, что считает себя с Кореей россиянином, о традициях родной культуры старается не забывать. Входит в сообщество самарских корейцев, преподает корейскую йогу Дан Брейн и играет на барабанах в национальной группе Юльо. А Новый год отмечает всегда два раза. Сегодня по восточному календарю. Правда, из-за пандемии с участниками общества решили ограничиться поздравлениями онлайн, но праздничному настрою это не помешало. С Новым годом! Поздравляем! С Новым годом! Это один из праздников, когда мы все вместе собираемся и самый значимый. По-корейски он называется Сольдаль. У нас это было принято утром, семья собиралась, накрывался такой жертвенный стол, который для почитания предков до четвертого поколения предков участвовали. Мы даже делали всей семьей поклон. Мы все русские, мы сегодня собираемся в деревню поедем и там будем отмечать. Это песня как раз про Новый год и как его там отмечают. Восточный Новый год называют также лунным, ведь время его проведения определяет фазами луны. Кстати, сегодня на азиатских берегах континента отметили не 2021, а 4719 год. Именно в эту пятницу в права вступил белый и серебряный бык, символ предстоящего времени. О том, что сегодня необычный день, говорят и астрологи. Во-первых, потому что Восточный Новый год. Во-вторых, Новолуние можно начинать запланированное. А в-третьих, дата 12.02.21 – зеркальная. Сегодня нельзя негативить, нужно быть на позитиве, потому что мы закладываем на будущий год вот такую энергию. В энергиях Нового дня уже невозможно будет оставаться жертвами, придется все-таки быть ответственными, быть творцами. И отпустить программы, старые программы разделения, властвования, а переходить в программу объединения, что мы все едины, мы все равны, мы все свободны внутри. Вот такие вот новые энергии. У многих, по словам звездных провидцев, сегодня жизнь будто начнется с чистого листа. Появятся идеи, как реализовать то, о чем давно мечталось. Этот день прекрасен для начинаний и один из лучших для загадывания желаний, даже самых маловероятных на первый взгляд. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, События.